дорогие мастера всем привет сегодня хочу вам рассказать и сделать урок о повышении квалификации по классическом наращивание это как бы дополнение к моим предыдущим уроком вы уже набрались немного опыта я знаю что очень много мастеров смотрят мои видео и для того чтобы немного усовершенствовать свои навыки делаем повышение квалификации и так с чего мы начнем давайте начнем с того что если у вас уже есть какое-то определенное небольшое количество опыта хотя бы полгода да на повышение квалификации достаточно если вы отработали полгода и идете как-то усовершенствовать свои навыки вам необходимо научиться работать и выполнять чист чист чисто работу вам необходимо научиться выполнять работу чисто очень ровные ресничные ряды делать идеальный отступ который составляет примерно 0 0 5 миллиметра потому что на базовом курсе я всегда девчонкам говорю отступ примерно 0 0 5 1 миллиметр отступ 0 0 5 миллиметра потому что на базовом курсе я обычно рассказываю девчонкам и мальчишкам что отступ должен быть где-то один миллиметр но на самом деле это многовато то есть его может но можно немножечко уменьшать идеальный отступ правильно управлять временем что это означает мастер с хорошим опытом всегда должен понимать не задерживать время своих клиентов и стараться очень быстро работать то есть вы должны на поработать над скоростью работы далее грамотное моделирование это один из самых тоже важных пунктов чем больше у вас опыта тем больше вы должны обладать такими навыками как сделать идеально подобрать красивый сделать разрез глаз удлинить его то есть вы должны знать с чем вы и как можете комбинировать возможно завитки то есть максимально улучшить свою работу и сделать красивое моделирование индивидуально под вашего клиента и так давайте перейдем дальше для того чтобы у нас была чистая работа то есть мы начнем работать по этим пунктам для того чтобы была чистая работа необходимо понимать какую вы возьмете нагрузку ресниц искусственную на натуральную и также вы должны понимать какую каплю клея брать что для этого необходимо давайте такую толщину как 0,15 0,20 0,12 мы сейчас забудем потому что у нас повышение квалификации и мы делаем идеально чистые легкие натуральные реснички для этого у нас есть толщина 0,10 0,085 возможно кто-то не слышал но такая толщина существует для того чтобы ее больше создали для легких объемов 2 3d то есть когда было у нас 0,10 это очень много для 3d и 0,07 некоторым казалось достаточно мало если у клиента мало ресниц своих поэтому создали толщину 0,085 но для классики она также подходит нам идеально абсолютно и толщина 0,07 наверное одна из самых моих любимых когда я выполняю работу я чаще всего классическое наращивание стараюсь делать 0,07 иногда 0,10 0,085 почему-то делаю реже наверное как-то она появилась позже и поэтому я немножечко к ней еще не совсем привыкла но вы должны знать что такая существует 0,06 и 0,05 также можем использовать в классике особенно идеально это подойдет если вы работаете на чемпионатах чтобы работа была безупречно воздушной и нельзя было отличить искусственную от натуральной ресницы я могу сказать что у меня есть девочка одна блогер которая часто наращивает у меня реснички мы делаем ресницы шоколадкие либо просто коричневые и когда ей делают ее гримирует она на съемках участвует когда и гримирует совершенно незаметно вот многие спрашивают где она делает ресницы потому что на съемках ей предлагают накрасить ресницы она говорит не нужно у меня и так свои реснички уже нарощенная и сразу спрашивают контакты мастера очень приятно потому что очень ценится естественная работа они вот эти вот вау да я знаю что многие любят такие объемы что глаза не открывались но в сфере когда ты работаешь где-то в бьюти индустрии ты немножечко относится к этому по-другому и так толщина 0 0 6 и 0 0 5 это очень для тонких ресниц сейчас вам буду объяснять почему так к нам приходят девочки абсолютно с разной густотой ресниц может быть это очень густая ресничка и это означает что ресницы друг возле друга слишком близко посажены также у нас может быть ресничка с широким шагом когда ресницы очень далеко друг от друга посажены это будет редкая ресница также они по структуре могут быть разные если открыть тему натуральная ресница то это очень глобальная тема потому что что натуральные ресницы бывают у всех разные, они бывают толстые, тонкие. Как определить толщину искусственной ресницы и натуральной? Есть такой прибор, называется макрометр, который измеряет толщины. Поэтому макрометром производители измеряют толщину искусственной ресницы и создают какой-то определенный тип. То есть не исключено, что у нас появится там 0,086. Измерили и получилась у нас такая толщина. Хотела вам еще вкратце рассказать, что бывают толщины 0,04, 0,03 и 0,01. Но эта толщина уже не для классики, это уже очень тонкая ресница. Она по соотношению к натуральной реснице будет тоньше. Чаще всего, вот славянская внешность, натуральная ресница по плотности примерно 0,07. То есть для классического наращивания использовать 0,06 и 0,05 тоже уже может быть маловато. Почему? Будет немного грубее основание и только тонкие кончики. Я не могу сказать, что это плохо, но все-таки лучше подбирать правильная нагрузка. Это соотношение по плотности натуральной ресницы к искусственной реснице. Итак, давайте рассмотрим вот эту схему. Что я пыталась здесь вам объяснить? Давайте сделаем такую визуализацию. Вроде это у нас толщина 0,20 реснички. Дальше у нас вот толщина идет реснички 0,12. Здесь у нас толщина реснички будет 0,085. И здесь у нас толщина ресницы будет 0,07. Обратите, пожалуйста, внимание, когда вы ставите очень грубую ресницу на свою натуральную, получается, что она занимает большое пространство возле натуральной ресницы. Давайте поставим здесь рядом еще одну такую же толстую ресницу. Им становится очень тесно. От этого тесно у вас получаются сцепки, да? Когда вы не можете рассчитать интервал между одной и первой и второй ресницей, да? Которая... Если это ресницы с широким шагом, оно позволяет немножечко взять сюда поплотнее ресничку. Если ресницы близко посажена и густая ресница, соответственно, искусственную ресницу надо брать немного тоньше, потому что им будет тесно, от этого у вас будут получаться сцепки. Что такое сцепки, вы уже должны были познакомиться из моих предыдущих видео. Посмотрим еще раз. Толщина 0,20. Очень грубая, толстая ресница. Какая же здесь будет правильная? Правильная всегда та ресница, которая по плотности соответствует натуральной реснице. То есть визуально вы подставили, и они между собой должны сливаться. Тогда это будет выглядеть максимально естественно, и вы приобретете вот эту чистоту работы. Второй момент. Также вы должны научиться очень правильно работать с клеем. Что это означает? У нас есть, например, кристалл. Возьмем эта работа, пускай будет с кристаллом. Может быть с кольцом, но на данном видео мы рассмотрим кристалл. Мы должны всегда формировать капельку немного выпукло. Зачем это? То есть капелька у нас формируется вот так. Она дольше будет сохранять свои свойства, и вы дольше сможете ее использовать. Также, когда вы макаете ресничку в клей, это я сейчас вам говорю именно о классическом наращивании. Когда вы макаете ресничку в клей, вы должны как бы ее макнуть сверху и достать со срединки. Также вы можете сделать вот так вот. Макнуть ее как бы в бок и достать тоже сбоку. Почему? Когда вы достаете ресницу, например, макаете только по верхней части, вы стягиваете вот этот весь полемизированный слой капли, тот, который уже немножечко вступил в контакт со влагой. То есть этот клей не является самым таким свежим. Самая свежая структура клея всегда хранится внутри капли. Поэтому вы, когда ресничку макаете, вы должны как бы достать ее изнутри. Еще такой момент. Следите за тем, чтобы были микрокапли. Если в классическом наращивании вы достали, у вас ресница вообще чистая, как лысина, значит у вас никак не произойдет качественная сцепка. Это может быть идеально хорошо для объемного наращивания. Для классики у вас должны здесь формироваться такие микрокапельки. Микрокапельки, они не должны висеть гроздьями. Это микрокапельки. Также может быть второй вариант. Когда вы достали ресничку и у вас образовалась одна такая капелька побольше, здесь тоже есть выход. Мы ставим на искусственную ресницу, как бы немного протирая. То есть методов постановки ресницы на реснице существует много. Поэтому капельки могут быть по структуре тоже разные. Но вы должны всегда улавливать, какую каплю вы достали, для того, чтобы ваша работа становилась максимально чистой. Следите, чтобы клей не формировался в одной точке. Потому что у вас будет грязно именно там. Вам нужно распределить эти микрокапли вдоль ресницы. Тогда работа будет чистая. Еще такой момент. Если вы невнимательно сделали отступ и получилось так, что вы фиксируете ресницу слишком близко к веку. Что происходит? Клей у нас имеет такую структуру, которая двигается по искусственной реснице. И если контакт с кожей достаточно близкий, весь клей стечет на кожу. Почему важно делать отступ? Потому что при очень близком расположении, когда мы трагиваемся к веку, получается, что весь клей потечет на века и клиенту будет дискомфортно. Отступ всегда обязательно должен быть. В таком случае клей располагается по реснице и не стекает вниз, а наоборот как бы приподнимается и ползет по ресничке вверх. Далее. Давайте немного поговорим о изгибах. Изгибы у нас постоянно как-то усовершенствуются и появляются новые. Потому что наша индустрия всегда развивается. Итак, изгибы. Какие появились новинки? Из новинок изгиб М это самый новый. Изгиб Р это уже немножечко как бы, возможно, вы где-то слышали и был он у вас на слуху. Также есть двойные изгибы. Из более старых это ЦЦ и есть еще изгиб ЛД. Чем они отличаются от обычных стандартных изгибов с одной буквой? То есть у нас есть ровность ресницы и потом после залома у нас начинается меняться завиток. Вот двойные изгибы обычно созданы, когда идет ровная ресница и потом после залома идут какие-то изменения. В ЦЦ ресница идет максимум ровная, завиток только на кончике. ЛД ресничка с заломом и потом уже уходит завиток наверх. Один изгиб это когда у нас идет просто сплошная такая достаточно ровная ресничка. Это что касается изгиба М. Смотрите, это тоже изгиб такой как L, L+, имеет тоже небольшой залом, но он является одинарным. Это изгиб с очень маленькой короткой ножкой, которая максимально сразу уходит наверх. Честно говоря, я бы его все-таки сравнила с изгибом L+. У некоторых фирм я вот сравнивала их, как они выглядят и M и L+, я особо не могу их отличить, потому что они выглядят примерно одинаково. Но опять же, у каждой фирмы этот завиток может называться по-своему и может выглядеть как-то по-своему. Почему? Давайте сравним завиток с самой стандартной, С-шку. Возьмите С-шку ресниц фирмы Нагураку и возьмите С-шку изгиб фирмы Лавали. Они между собой очень могут отличаться. Давайте возьмем изгиб С фирмы Лямура. Он будет совершенно ровный, да? И у Лавали он будет более закрученный. Поэтому, в принципе, названия есть, но их всегда нужно немножечко понимать. То есть, соответствует этот завиток этому типу или нет. Для чего существуют эти завитки? M-завиток очень хорошо открывает, приоткрывает глазки. Его также можно комбинировать с другими изгибами. Давайте подойдем немножко к комбинированию изгибов. Очень красиво смотрится, когда мы сочетаем и комбинируем между собой несколько изгибов. В классике это также допустимо и можно запросто делать, да? Смотрите, здесь я на примере указала, что нижний ряд у нас проработан изгибом R. Здесь мы можем нижний ряд проработать также изгибом M. Давайте проработаем сразу несколько схем. Как это будет выглядеть? Вот наша ресничка. Вы знаете, что все ресницы растут в несколько рядов, да? То есть, вот, наши реснички растут, например, у клиента в 4 ряда. Что мы будем делать? Мы наращиваем на нижний ряд завиток M. Вот он, да? Здесь мы нарастили на нижний ряд завиток R, который достаточно очень сильно закрученный и уходит вверх. Мы нарастили его в размере 13. Здесь мы тоже можем нарастить, например, M в размере 13. Что будет дальше? Чем выше ряд, тем короче нам нужно сделать ресницу для того, чтобы здесь они лягли в одну плоскость, да? То есть, выше ряд и мы начинаем уменьшать нашу ресничку. Если мы возьмем сюда также ресницу с длиной 13 и, например, завиток другой, D-шку, она будет длиннее нижнего ряда. Поэтому, что нам нужно сделать? Нам нужно взять сюда длину короче и завиток немного меньше. Например, мы берем 12D. R более сильный завиток, чем D. Мы берем 12R, он будет короче и заканчиваться будет немного раньше, да? И на самый верхний ряд мы можем взять максимально ровную ресницу, которая должна закрыть наши сверху ресничные ряды и лечь ровно, да? То есть, это будет как бы такой торчащий кончик. И вот здесь вот в срединке очень большая пышность ресниц за счет того, что вы комбинируете завитки, да? И здесь мы возьмем максимально ровный завиток, это C-шку, например. Но я вам могу сказать, что иногда нужно не минус 1 делать, а минус 2. То есть, мы наращиваем уже сюда, возможно, не 12, а будет 11. Это будет все зависеть от фирмы-производителя, которую вы используете, чтобы получить вот такую воздушку внутри, да? И если мы используем снизу завитки такие, как M, то есть завиток, который резко вверх уходит, мы не можем сюда поставить слишком ровный завиток. Нам надо подобрать завиток, который тоже приподнимется немножечко вверх. Поэтому завиток M мы можем комбинировать, например, с D-изгибом. И только на верхний ряд поставить короткую ресницу в более ровном завитке, которая будет соприкасаться с вот этой вот крайней кончиком нашего завитка M. Ну, надеюсь, вы поняли. Я не знаю, это сложно, может немного объяснить на схеме. Попробую как-то сделать урок такой с практикой, чтобы было более понятно. Но мастера, которые имеют определенный опыт, они должны уже догадываться, о чем я говорю. Моделирование Давайте теперь поговорим о моделировании, да, потому что оно у нас бывает очень индивидуально, с подходом к каждому клиенту. Можете обратить, я нарисовала здесь несколько разрезов верхнего века, то есть как века у нас может быть по форме, выпуклой или более ровной, либо более изогнутой, да. Если рассматривать, какие бывают веки, это тоже очень огромная тема, потому что у нас бывает еще и скрытая асимметрия. Что это означает? Когда одно веко может не соответствовать другому, либо скрытая асимметрия также может быть в самих ресницах. Когда на одном глазу ресницы растут абсолютно в сторону, например, в зону виска, да, а на втором глазу растут более как бы на нос, то есть ресничная линия абсолютно перепутанная и в разные стороны. Это тоже является асимметрией. Сейчас я хочу с вами поговорить о асимметрии века, потому что приходят девочки не только с асимметрией, а и с разными изгибами века. Давайте рассмотрим несколько вариантов. У нас, например, вариант очень сильно выпуклого века, потом, когда во внутреннем углу века немного западает и здесь приподнимается, более ровная такая линия века. И века, когда вот здесь вот у нас носик, здесь ухо, когда во внутренней части у нас века немного как выпуклое, а потом уходит вниз. Какие эффекты сюда можно подобрать? У нас эффекты разделяются на правильные эффекты и неправильные, да. Что это означает? К неправильным эффектам, например, относят лису наоборот. Почему? Она создана именно для какого-то определенного изгиба века. Что важно сейчас знать вам на данный момент? Это то, что у нас бывает на веке несколько линий. Линия есть такая возвышение, когда идет прямо она и когда спадает у нас века часть вниз, да. То есть оно может быть даже вот такой сильный угол быть опущенный. Может быть просто изгиб века немного уходит вверх, бывает чуть сильнее поднимается. Но рассмотрим вот такую систему. Может вы обращали внимание, иногда девочки рисуют точки на глазу. Что они этим хотят показать? Они ищут вот эту точку, самую возвышение, где очень идет высокая эта точка, да. Зачем это знать? Например, здесь у нас находится нос, здесь у нас находится ухо. Что это означает? Когда мы наращиваем и делаем переход, например, на самой высокой точке, вы никогда не получите плавного перехода. У вас всегда будет получаться ступенька. Даже если вы будете стараться прорабатывать там нижний ряд длиннее, верхний короче, либо комбинировать ресницы между собой, ставить короче, длиннее, короче, длиннее. Если вы будете это делать на вот этом пике, на самой высокой точке, у вас все равно будет получаться небольшая ступенька. Поэтому на этой точке вы всегда делаете либо короткую длину и только немного дальше вы начинаете ее увеличивать, да. То есть если вы здесь делали восьмерку, то желательно на этой точке тоже пройтись восьмеркой и уже после нее немного приподнимать. Либо наоборот, на этой точке вы тогда делаете более большую длину и уже после нее вы стараетесь длину немного уменьшать. То есть вам ее нужно пройти максимально плавно, да. И что касается вот этой точки самой высокой, здесь обычно ступенька не получается, потому что на эту часть всегда припадает у нас определенно одна длина. Одна из самых красивых схем, я вам сейчас ее прорисую, как она выглядит. Это идет по типу натурального эффекта. Мы очень часто ее используем, она идет одной из самых ходовых таких и более грамотных, да. Итак, пришел к вам клиент. Что необходимо сделать? В первую очередь вы стараетесь с ним обсудить и прийти с ним к тому, какая будет самая большая длина на его глазу, да. И, например, вы решили, что это будет длина 13. Поэтому 13 всегда будет припадать на ту часть, где у нее на глазу самые длинные ресницы. Примерно натуральный рост ресниц выглядит вот так вот, да. То есть самая большая часть ресниц у нас припадает сюда. Мы ее выделяем и ставим здесь размер 13. Внешний угол мы всегда будем немного укорачивать. Просто если он опущенный, вы будете чуть больше эту зону укорачивать. Если он приподнятый, вы можете как бы почти заканчивать 13, но немножечко все равно здесь облегчать, ставить 12, 11, 10, да, как бы небольшими участками. И здесь вы равномерными плавными участками спадаете к внутреннему уголочку. Ну, самое красивое это от 6, где-то длина 6 будет выглядеть самой красивой. Например, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Старайтесь это сделать более равномерными участками. Тогда вы максимально вытяните вот эту зону, да. Это как бы между беличьим и натуральным эффектом. В общем, одна из самых красивых схем, попробуйте ее отработать. Далее, давайте рассмотрим еще такие варианты, когда у нас очень высокие вот эти точки, да, то же самое, вы должны быть внимательными здесь на переходах. Вот такой изгиб века. Что это означает? Если вы поставите здесь короткую длину, а здесь поставите длинную, но только на плюс 1, у вас ресницы провалятся вниз. Поэтому по этой схеме вы должны отработать примерно вот так вот. Обратите внимание, какой вырез века, начать с более маленькой длины и добавлять здесь, возможно, уже не плюс 1, а сразу плюс 2, для того, чтобы вытянуть вот этот вот участок глаза. То есть, да, также есть у нас вот такие глазки. Здесь у нас, представим, нос, да, здесь у нас ухо. Это лиса наоборот будет. Почему? Потому что вы видите, что здесь очень глубокая впадина идет к носу. Если мы здесь делаем короткую ресницу, и здесь мы ее будем удлинять, у нас получится здесь очень большой перепад. Что для этого нужно? Нам необходимо здесь делать более длинные ресницы, а сюда примерно взять в такой же длине ресничку, либо чуть-чуть это будет длиннее, либо будет в такой же длине. То есть, нам отсюда надо немного вытянуть ресницы, чтобы они стали на одну ресничную линию. Надеюсь, хоть что-то из этой информации вам было полезно, потому что информация сложная, и ее проще немного объяснять как бы не вот так вот на пальцах, а уже когда вы отрабатываете, либо прорисовываете какую-то схему. В ближайшее время мы вот делаем тесты, после курса девочки рисуют схемы, прорисовывают для того, чтобы это я видела, что они действительно понимают. Потому что когда ты объяснишь, это одно, когда ты смотришь, как они это выполняют, ты понимаешь, насколько человеку доступна твоя информация стала, либо нет. Далее, последнее, что я вам хотела сказать, это правильное управление вашим временем. Это очень важный момент, потому что многие спрашивают, как ускориться, как ускориться. Если вы работаете уже полгода, вы должны максимально отработать всю технику, то есть вы быстро должны касаться ресницы, быстро макать ее, быстро ставить. Одни из самых важных моментов, которые могут вас отвлекать от быстрой работы, это ваши клиенты, которые будут разговаривать, и это неправильное положение, когда вы сидите за кушеткой. Вы всегда должны смотреть на клиента сверху, то есть обязательно он должен располагаться так, что вы смотрите на него, не тянетесь ни в коем случае. Иначе вы не будете видеть, хорошо просматривать нижний ряд, и у вас по нижнему ряду всегда будет стоять очень большой отступ. Поэтому клиент лежит перед вами, вы настроили удобно свое рабочее место, и я в ближайшее время вам на видео покажу, как лучше сидеть за кушеткой, когда вы работаете с правым глазом, и как лучше сидеть, когда вы работаете с левым глазом. То есть это не означает, что мастер по наращиванию ресниц сел и сидит столбом, да, но хорошо, если вы выбрали удобную позицию и постоянно в ней находитесь. Но иногда бывают такие ситуации, когда немножечко надо под левый глаз поменять свое положение посадки, и под правый точно так же, тогда вам будет немного удобнее работать. Всем пока-пока, до скорых встреч в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok